Второй том Добротолюбия, страница 330, святого Ефема Сирианина, пункт 335. В том нет смиренно-мудрия, чтобы грешнику почитать себя грешником, но смиренно-мудрие состоит в том, чтобы, сознавая в себе многое и великое, не воображать о себе ничего великого. Смиренно-мудр, кто подобен Павлу, но говорит о себе, «Ничего о себе не знаю» или «Иисус Христос пришел в мир спасти грешных, из которых я первый». Итак, быть высоким по заслугам и уничижать себя в уме – вот смиренно-мудрие. Шестое. Общие уроки о подвижнической жизни. Первое. Есть воздержание языка не говорить много и пустого, не злословить, не обижать словом, не клясться, не прознословить, не клеветать одному на другого, не пересуживать, не открывать тайн, не заниматься тем, что не наше. Есть воздержание слуха – владеть слухом и не поражать все пустою молвою. Есть воздержание глаз – владеть зрением и не устремлять зрение на грешно приятное и неподобающее. Есть воздержание раздражительности – владеть гневом и не воспламенять как вдруг. Есть воздержание славе – не желать и не искать прославления и чести, не превозноситься, не надеваться и не мечтать о себе много. Есть воздержание помыслов – не излагать помыслу страхом Божиим, не склоняться на помыслов обольстительные и воспламеняющие и не услаждаться им. Есть воздержание пищи – не желать и не искать меди и многих сладких и дорогих, не есть ни в определенный час, не предаваться духу чревоугодия, не возбуждаться к автности, добротой пищи и не желать то одно и то другое пищи. Есть воздержание стихии – не употреблять без веры не только вина, но и воды, не гоняться за удовольствием, пить искусно приготовленные смеси, не искать разных напитков, не пить вина без нужды, не ходить на пиры. Есть воздержание порочного славцолюбия – не потакать случайно возбудившимся движением похоти, не склоняться на срамные помыслы, не исполнять волю в плоти, но обуздывать страсти страхом Божиим. 10. Прекрасные святые отцы оставили нам правило для покаянных подвигов и трудов, говоря, не сегодня только воздерживайся, а завтра заготовляй обеды, не сегодня только пей воду, а завтра добывай вина, не сегодня только носи влосяницу, а завтра дорогую ткань, не сегодня только будь кротик и смирен, а завтра высокомерен и горд, не сегодня только тих и послушен, а завтра бескинен и неуступчив, не сегодня только предавайся плачу и рыданию, а завтра смеху и равнодушию, не только сегодня ски на голой земле, а завтра почивай на мягком ложе, 11. Но удержи за себя одно правило возлюблено, по которому мог бы ты благоугодить Богу и принести пользу себе и близнему. 12. По сороку или по пятидесяти лет святые отцы не изменяли своего правила, то есть прекрасного и неукоризненного воздержания, соблюдаемого касательно пиньки, языка, спанья на голой земле, 13. Смиренно мудрее кротости, веры и любви, нестижательности, неусыпной молитвы с плачем и сокрушением 14. И таким образом очистили себя, почему и Бог селился и прославился в них. 15. Если кто не очистит себя от всякого делого лукавого, от нечистых помыслов, от порочных пожеланий, от гнева, раздражительности, зависти, гордыни, теславия, ненависти, прикословия, осуждения, пустословия, один словом от всего, что Богу ненавистны, если, отвратившись от того, он не будет держать тебя вдали, то не селится в него Бог. 16. Почему очистим тебя, возлюбленный, что Бог селился в нас, и мы сподобились обетованию Его? 16. Хочешь ли знать, что у тебя в сердце? Внимай! 17. Хвалолюбие служит знаком, что мы всеславны. 18. Приятность явств показывает, что мы свевоугодники. 19. Нерадение обнаруживает, что мы ленивы. 20. Любостяжательность, что мы любим Христа. 21. Зависть возвещает, что нет в нас любви. 22. Удовольствие, с каким осуждаем других, означает, что полным мы ненависти. 23. Так ненавидимая душа по телесным действиям делается видимою, 24. Такова она, добра или зла. 25. Но самым неудержимым проповедником о том, кто любит и к чему прилепляется сердце, служит язык. 26. Устами обличаются тайны нашего сердца. 27. Кто уста, когда уста отверстия и нет премистражи? 28. Когда слово наше исходит без разбора и с собой выбрасывает наружу все, что в сердце. 29. Почему, если хочешь узнать сердечные помышления, обрати внимание на уста. 29. От них узнает, о чем заботится и старается сердце о земном или о небесном, 30. О духовном или о плотском, об удовольствии или воздержании, 31. О многостижании или нестижательности, 31. О смирении или высокоумии, о любви или ненависти. 31. Из сокровища сердца уста предлагает кеде приходящим. 32. И то, чем занят язык, показывает, что любит сердце. 32. Христа или что-либо из настоящего. 33. Душа наша по природе добра, но превращается в злую по своему свободному произволению. 34. Страшными и естественными они прививаются и развиваются злым произволением. 35. И привычка делает их сильными, как сильна природа. 36. Природа рабства. Привычка произволения. 36. Произволение, будучи свободно, есть как бы земледелатель, 37. Какой прививающий к природе нашей худые и добрые навыки, какие ему угодно. 37. Природа – это земля, нами возделываемая. 38. Произволение – земледелатель. 39. А Божественное Писание – советники и учители. 39. Научающие нашего земледелателя, какие худые навыки ему следует искоренять, и какие благие добродетели насоздать. 39. Сколько бы ни был наш земледелатель трезвен и ревностью, а однако без учения Божественных Писаний он и не силен и не сведущий. 40. Законоположение Божественных Писаний дает ему разумение и силу, а вместе от собственных ветвей своих и благие добродетели, дабы привить их же до дереву природы, именно веру, надежду, любовь, ведение, прилежание и подобное. 41. А если и земледелатель наш по высокоумию своему вздумает, когда оставит учителя и советника своего, то есть Божественное Писание, то начинает действовать погрешительно и в природе прививает несвойственное ей, разумея же, неверие, неведение, ненависть, зависть, гордынь, тщеславие, словолюбие, кривоугодие, любопрение, прикословие и многое другое подобное. 42. Потому что, оставив законодателя, и сам бывает им оставлен. 43. Если же, раскаившись, осудит он сам себя и припадцев законодателю и скажет, что грешил я, что оставил тебя, то законодатель по свойственному ему человеколюбию немедленно приемлет его, подает ему разумение и добрую силу опять снова возделывать милу природы своей, искоренять в ней худые навыки и вместо их насаждать благие добродетели. 44. Сверх же сего дает еще ему за это и венцы и осыпает его похвалами. 45. Для чего же отрехся ты от мира, если ищешь еще мирского наслаждения, вместо ноготы домогаясь одежды и вместо жажды динопития? 46. Призван ты на брань и хочешь без орудия выйти на битву со врагом, вместо бдения погружаясь в сон, вместо платья и сетов не предаваясь смеху, вместо любви питая ненависть к брату? 47. Призван ты к подчинению, а прикословишь, призван к наследию царства Божия, а думаешь о земном, вместо смиренно мудрее кротости, выказывая высокомерие и гордость. 48. Духовные купцы мы, братья, и подобно купцам мирским. 49. Купец каждый день высчитывает прибыль и убыток. Если потерпел убыток, прилагает старание, как бы вознаградить потерю. 50. Так и мы, возлюбленные, каждый день и вечером, и утром тщательно размышляем, чего довезена купля твоя. 51. И вечером, войдя в храмину сердца своего, расчисли и спроси сам себя, не прогневал ли я чем-нибудь Бога, не сказал ли праздного слова, не был ли беспечен, не огорчил ли брата своего, не осудил ли кого. 52. Когда пел устами псалмы, тогда ум мой не мечтал ли о чем мирском, не возрождалось ли во мне плоское пожелание, и не с удовольствием ли занимался я им, не уступил ли я над тобой и победы земным заботам. 53. Если потерпел ты в чем-либо исказанного ущерб, то постарайся возвратить утраченное, потом воздыхай и плачь, чтобы не впасть опять в то же. 54. А утром опять займись самим собой и спроси, как прошла эта ночь, получил ли я в нее какую прибыль от купли своей, бодрствовал ли ум мой вместе с телом, лились ли слезы из очей моих, не был ли я отечен сном во время коленопреклонения, не приходили ли мне на ум лукавые помощи, не занимался ли я ими приятностью. 55. Если побежден ты был чем-либо из этого, то постарайся исцелиться, приставь стража к сердцу своему, чтобы не потерпеть опять того же. 56. Если так будешь попечителен, то сохранишь в целости куплю свою, а таким образом соделаешься благоугодным Господу своему и принесешь к тебе пользу. 57. Будь внимателен к тебе, чтобы не ждать о тебе когда-либо в леность, потому что при обладании лености начало погибели. 58. Подражай пчеле и всмотрись в дивную ее тайну, как с рассеянных по земле цветов собирает она свое произведение. 59. Проникни мыслью своею на эту ничтожную тварь. 60. Если собрать всех мудрецов с земли, всех философов во вселенной, то не в силах они будут сделать понятную мудрость ее. 61. И всякий разумный человек, видя труды ее, прославляет Создателя Бога, изумляясь, что от такой малой твари выходит столько мудрости. 62. Подобно этому и ты, возлюбленный мой, будь как пчела из божественных писаний. 63. Из божественных писаний себе собери богатые микродомы и сокровища, и предпочли то на небо. 63. Монах подобен воину, идущему на брань, который отовсюду ограждает тело своим полным вооружением, 64. Презвища до самой победы и беспокоится, чтобы вдруг не напал на него враг, и чтобы ему, если не привез к предосторожности, не попасться в плен. 64. Подобно и монах, если приводя себя в расслабление, обленится, то удобно уловляется врагом. 65. Потому что враг влагает в него не чистые помысли, которые принимает он с радостью, разумея же помыслы высокоумия и всеславия, 66. А также зависть и осуждение, кривоугодие и ненасытный сон, и сверх того доводит его до оттаяния. 66. Если же монах всегда трезвится, то привлекает в себе в помощь благодать Божия, научается Богом, как угождать Ему, 66. Делается и достохвальным о Боге и хвалителем Бога, как наблюдается у себя в зеркале, бывает вместе и зрителем, и зримым, 67. Как и благодать, если найдет в себе упокоение в человеке и селится в нем, то и его прославляет, и сама им прославляется. 68. Без помощи благодати сердце не может иметь себе достаточных сил и исполниться умиление, чтобы надлежащим образом исповедаться владыке. 69. Напротив того, человек бывает беден и скуден с совершенствами, и поселяется в нем мерзкие и нечистое помыслы, как ночной вран на развалине. 69. Почему обязанность человека призвать благодать, чтобы она пришла и просветила его? 69. При благодати же успеет он во всякой добродетели, и просвещенный ею в состоянии будет уразуметь разнообразие и благолетие благ будущего века. 70. Благодать делается для него стеной и укреплением, и охраняет от века всего для жизни века грядущего. 71. Старайся приобрести совершенный добродетель, украшенный всем тем, что любит Бог. Это любовь. 71. Называется она «одноличный добродетелью» и заключает в себе всю красоту и все разнообразие добродетелей. 72. Как царская геодима не может быть соклетена без драгоценных камней и отборных жемчужин, так и эта «одноличный добродетель» невозможна без красоты различных добродетелей. 73. Она вполне подобна царской геодиме. 74. Как последняя, если не достает в ней одного камня или одной жемчужины, не может сиять на царской главе, так и эта «одноличный добродетель», если не достает в ней одной какой-либо красоты прочих добродетелей, не называется совершенной добродетелью. 75. И все подобна она дорогим смедям, которые приготовляются со всякими изысканными приправами, но не без соли. 76. Так эти дорогие смеди, если не будет в них соли, не вожек употребление и не вкусны, так и эта «добродетель», украшенная всею красотой различных добродетелей, если лишена любви, как Христу и близнему, немало не привлекательны. 76. И все подобна она совершенному и прекрасному составу азбуки, в котором буквы отделаны и украшены, но который весь делается ведь чему негожим, если отнять у него хоть букву. 77. Так и эта «добродетель», если будет лишена одной из прочих добродетелей, вся оказывается бесполезная. 77. И все подобна она большому и высокопорящему орлу, который зависит из сетей, по всей стремительности налетает на нее, но желая посетить добычу, зацепляется концами коптей. 78. И от этой малости вся крепость его делается связанной. 79. Хотя, по-видимому, все тело его свободное и вне сетей, однако за вся сила его оковывается сетями. 79. Подобным всему образом эта «добродетель», если связана с тем-либо земным, умерщвляется, изнемогает и гибнет, и не в состоянии уже воспарить на высоту, потому что пригвоздена к земному. 79. Как иной погружается в глубину, чтобы спыскать многоценную и отличную земчужину, и нашедшая ее всплывает на поверхность, вон, и ногой устремляется на суше с великим богатством. 80. Так и ты обнажи себя от всех житейских нечистот, облекись же в эту добродетель, и, украсившись ей, трезвись день и ночь, чтобы не совлекли ее с тебя. 81. Душу, которая имеет ее у себя, не может поколебать никакое бедствие, ни голод, ни нагота, ни уныние, ни болезнь, ни бедность, ни гонение, ни другое какое дьявольское искушение. 82. Если трезвится она, то через это еще более возрастает и венчается, непрестанно преуспевая по Богу и просветляясь. 83. Самая смертная сила причинить ей зло. Напротив того, по исшествии из тела, ангелы принимают ее ликующие на небо и приводят к Отцу Света. 84. Радуется о ней Отец и Сын с Духом Святым. 85. Отец радуется о ней, потому что возлюбила Его и не любила никого, кроме Его. 86. Единородный Сын радуется о ней, потому что вожделела Его и никого не приобрела, кроме Его. 86. Святой Дух радуется о ней, потому что о нем сделалась храмом святым, и Он встелился в ней. 87. Радуются о ней небеса и небесные силы и единодушно преподают и прославляют Отца и Сына и Святого Духа. 87. Видя, что она украшена ангелской добродетелью во всей красоте праведности. 88. Радуются о ней рай, потому что она получила его в наследие. 88. Слава и велелепию единому благому и человеколюбивому Богу, который по своей благости дарует нам Царство Своё. 89. Потрезвимся и потрудимся в это короткое время. 89. Вечер близок. Мздо-воздаятель идёт со славой воздать каждому по делам его. 89. Будьте внимательны, чтобы кто-нибудь из вас после успеха не вознеродел и не погубил безмерного мздо-воздаяния Спасителева. 90. Монах, подобен засеянной ниве, которая, разросшись от плодотворных дождей и рост, приносит плоды веселья. 90. И, достигнув времени плодоношения, приводит земледельца в большую заботу о том, чтобы град и дикие звери не опустошили миву. 91. Когда же земледелец получит вознаграждение в жатве, собрав пожатые плоды в житницу, тогда радуется и веселится благодаря Богу. 91. Подобный монах, пока в теле этом, должен заботиться о вечной жизни, трудясь в подвиге до последнего дня, 91. Чтобы по неродению не сделать бесполезным всего течения своего. 92. Когда же, совершив течение, подобно земледельцу, с плоды трудов своей перенесет на небо, тогда доставляет радость и веселье ангелам. 93. Представь, что иной предстоят царю и беседуя с ним, по зову подобного ему раба, оставляя дивную и славную беседу с царем и начинает беседовать с рабом. 93. Подобен этому и тот, кто разговаривает во время псалматения. 94. Вразумимся, возлюбленные, кому предстоим, как ангелы предстоят с великим трепетом, совершая в честнословии Создатели, так и мы со страхом должны предстоять во время псалматения. 94. Да не будет того, чтобы только предстояли тела наши, а ум не стал. 95. Три рода дел умножают зло, и четвертый не принадлежит к числу добрых. 95. Если юный не слушается, если старший завидует успеха младших, если благоговейные, склоняются на дела непотребные, если настоятель по невежеству своему теснит и тяготит братья. 95. Три рода дел умножают добро, и четвертый род – благ пред Господом перед людьми, если братья единодушны в тротости и в правде. 96. Если брат брата получает страх у Господня, если младший подчиненный старшим, как своим владыкам. 97. И если настоятель любит братья своих, как себя самого, и истина течется о спасении душ их. 97. Если видишь торгуешься чем-нибудь, скажи сам себе, этот человек, возделивая временного, столько терпит, чтобы собрать скоро приходящее благо. 98. Уже ли же ты, душа моя, вознеродиша неприходящим? 99. Если видишь тяжестых между собой, скажи сам себе, эти люди столько прилагают стараний, спорят между собой о том, что немало не полезно. 99. Уже ли же ты, душа моя, должна будучи и тьму талантов, не припадешь, как следует к Богу, чтобы упрощен был тебе долг твой? 99. Если видишь троих этих дом из глины, то скажи сам себе, эти люди, строя дом из глины, употребляют свое старание совершить дело. 99. Уже ли же ты, душа моя, пренебрежешь вечными обителями? 99. Но чтобы говоря о том и о другом, порой не продлить слово, скажу, что не увидим в жизни мертвые помыслы и житейские рассуждения, заменим духовными, и присодействующие нам благодати непременно получим пользу. 99. Что такое монах? 99. Монах подобен человеку, который, когда нес по своей высоты, встретит верь, висящий высоко на земле, и ухватился за нее, виснет на ней, непрестанно выпьет Господу о помощи, зная, что если ослабеет и выпустит веревку из обеих рук, то упадет и умрет. 99. От того, что не хотим ради Господа потерпеть малой скорби, невольно спадаем во многие тяжкие скорби. 99. От того, что не хотим ради Господа оставить собственную свою волю, сами себе уготавляем душевный вред. 99. От того, что не терпим ради Господа быть в подчинении и уничижении, сами себя лишаем утешения праведных. 99. От того, что не слушаем совразумления, какое делают нам ради Господа, сами себя делаем игралищим бесов. 99. От того, что не принимаем наказание жезлом, ожидает нас он, которым не будет утешающего. 99. Секрет враг разными способами. 100. Каждого из нас влил свои отравы и кознями своими закинает каждого. 100. Иной соблюл пост, но отдает себя во власть соперничеству и зависти. 100. Иной опять воздержался от сравного пожелания, но связан с всеславием. 100. Другой преуспел в гений, но запутался в сетях осуждения. 100. Иной удаляется от осуждения, но исполнен неподчинения и прикословия. 100. Иной воздерживается от смелий, но тонет в гордости и высокомерии. 100. Иной неутомим в молитвах, но уступает над собой верх раздражительности и гневу. 100. Иной успел в чем-нибудь малом и превозносится уже над теми, которые не родили его. 101. Каждого так или иначе связал грех и нет разумевающего. 101. У нас брань не с видимыми людьми, от которых, осмотревшись, можно привести себя в безопасность. 101. Воюющие с нами невидимы, потому велика опасность для нерадивых, а победителям великое воздаяние. 101. Не без искусства ступим с ними в брань и будем побеждать их. 101. Если враг, скажу для примера, возбуждает все его угодие, нападем на него постом. 102. Если раздражает в нас похоть к женщине, употребив дело терпения, преодолеем чувства, и враг хочет убежить от нас. 103. Если побуждает нас в гневу, вооружимся миром. 103. Если доводит нас до раздражения, возьмемся за кротость. 104. Если воспламеняет в нас ненависть, тянемся к любви. 104. Если подстрекает к исканию постеси, покажем уничижение. 105. Если подстрекает к исканию славы, возьмемся за свою незначительность. 105. Если мечтательно ведет на высоту, преднапишем перед собой смирение Господа. 105. Если таким образом будем противиться врагу, он не устоит против нас и подбежит, а к нам возвратится благодать. 10. Будь внимательным к тебе, возлюбивший подвижничество, чтобы дни твои не протекли в растеянности. 10. Не допускай с тебя лукавых помыслов, чтобы сила твоя не могла в борьбе с врагом твоим. 11. Имей всегда в уме своем сладчайшего владыку, чтобы увенчалось степенье твоего подвига. 11. Ускоряй борение подвига твоего, ибо внезапно наступит день, когда трудящийся увенчается, а ленящийся раскаются. 12. Приобретай добродетель, пока есть к тому времени. 13. Приобретай благоговение оку своему, истину слуху своему, глаголы жизни языку своему, посещение немощных стопам своим, образ Господа твоего сердцу своему, пресеяние целомудрие кленам своим, чтобы сподобиться тебе большей чести перед ангелами и человеками. 14. Честное бездушное дерево, если имеет на тебе образ смертного царя. 15. То насколько больше в нынешнем и в будущем веке предпочтена будет душа, имеющая в себе Бога. 15. Придите, друзья мои, припадем к Господу, да дарует нам просвещение души у разумений козни врага, противника нашего, которому ненавистно все прекрасное. 16. Ибо Он оставит нам на пути предпочтение, соблазни, вред, рассеянность века этого, плоское удовольствие, надежду на долговременность настоящей жизни, боязнь во время подвига, леность в молитве, сон и плоское успокоение во время псалмопения. 17. Но сколько Он растительным, столько мы беспечны. 18. И чем больше Он зло ухитряется, тем более мы не брежем. 19. Хотя знаем, что дни наши сокращены, и Господь славы гребет. 20. Дали мы обед приносить плод жизни, но для нашего плода нет слез, которые приводили бы его в зрелость. 21. Нет сокрушения, что упроцвел Он от дыхания слез. 22. Нет смирения, которое приосемило бы его великой зной. 22. Нет нестязательности, чтобы не временило его что-либо сопротивное. 23. Нет любви Божией, этого крепкого корня, поддерживающего плод. 24. Нет беспопечения о земном, нет бдения, нет бодренного ума, отрезвящегося в молитве. 24. Вместо этих прекрасных и благих добродетелей есть у нас противное им. 25. Есть ярый гнев и раздражительность, которыми избитый плод делается ничему негодным. 26. Есть многостязательность, которая давит его вниз. 27. Есть великое уныние. 28. Все эти неблагоприятности для него попустят и созреть ему, как должно, чтобы годен он был своему владыке. 28. Для того, чтобы, видя образ жизни каждого, подражать же ты видишь, а именно тому, как кто, вооружившись ревностью, поспешает после Всевышнего звания, 29. Надо бы на сточности наблюдать у одного совершенную и точную веру, у другого надежду на Бога, у иного двоякую любовь к Господу и Близнему. 29. У иного же то, как в страхе Божьем стоит он на страже своей, охраняя себя от всякого лукавого дела, ведя жизнь непорисаемую и непредосудительную, а напротив того похваляемую всеми за чистоту и безукоризменность его поведения. 30. Смотри, как иной, боримый от врага различными страстями, прибегает в молитве к Богу, и сокрушение с любовью, прилетившись к Нему, получает помощь благодати и избавляется от непотребных и не чистых помыслов. 31. Смелетим платьем, слезами и воздыханием, и каясь в садельном, и тяле оплакивая грехи свои, исповедуясь Богу в молитвах и в деньях, зластраждая в посте, воздержании и скорде, и стараясь спасти себя этими оружиями. 32. Так и себе старайся бороться до смерти, как истинный воин, содержа в мысли, что подвижничество – нешуточное дело, и что спасение достигается только великою растительностью. 33. Подражай тем, которое являет совершенное отречение от мира и удобного стечес на высоту добродетелей, видя в ком-либо совершенную нестяжательность, как он оставит все усиливается сделать ум свой свободным от всяких попечений, 34. Чтобы без развлечения прилежать молитвам, и чтобы никакой помысл и никакая забота не прерывали его молитвы, всей силой посоревнуя ему, кто чистым сердцем, с любовью и слезами молится Богу, тот самого Бога, как в зеркале, отражает в уме своем. 35. А это благо неоцененное приобретается не святою, бедностью и всячески тесным житием. 36. Узкие врата и тесный путь, ведущий в жизнь, подражая в образе жизни святым, кому в благоговении и страхе Божьем, кому в смиренномудрии, кому в самоуничижении и самоосуждении, кому в безмолвии, кому в кротости, кому в терпении благодушном, кому в уступчивости и миролюбии, 37. Кому в дружелюбии и единомыслии, кому в призвении распределительности, кому в приятности обхождения, приветливости и снисходительности, кому в простении обид, мужести и великодушии, кому в подвигах и послушаниях, кому в рукоделии и служении братьям, кому в ревности и горячности духа, кому в совершенном отчуждении от мира и в ежедневном умирании, подобно распинаемому, 38. Кому в твердости духа и истинно любви, кому в целомудрии и детственности, смотри так же, у кого на милостивость и готовность помогать, у кого на тихость нрава и доброту, у кого на сердоболе и милосердие, у кого на беспристрастие и правосудие, у кого на невыскательность и скромность, у кого на довольство малым и умеренность, у кого на простоту и прямоту, у кого на непрестанную молитву, на псалмопение и потоки слез. Коротко сказать, смотри у всех на черты Бога угодной жизни и подражай им. 9. Постараемся на горню взирать, о горню помышлять, горню всегда помнить, горнему быть и целоприлепленным, с горним быть в непрестанном общении и никак не склонять взора своего к дольнему, где удовольствие, где похоть и века сего лукавого и мертвящего. 10. Прекрасно всегда в горне всматриваться оком сердечным, всячески бледясь, чтобы не запало чего-либо к зеницу ока этого, или помысл лукавого, или иного чего неблагоугодного Богу, и не омрачило ума. 15. Надобно нам непрестанно молиться, чтобы Господь избавил нас от бесцовских поздней, ибо помыслы не только, когда сидим уединенно в селе, подавляют нас, но сильно восстают и тогда, как сходимся в дому Господню. Делаются и мужские тела, смотрим нечисто на мужские, и до самого храмного дела доводят нас змеями, стательными помыслами.